Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Марина Африкантова и Ольга Рапунцель не хотят покидать Сейшилы. Отлет спасателей любви переносили на один день, но в конечном итоге они должны были отправиться на родину сегодня. Однако, чем ближе время отлета, тем меньше желания у ССЛовцев куда-то лететь. Видимо, слова зрителей о том, как им повезло проводить карантин в таком райском месте, наконец-то возымели свое действие. Но уже поздно что-то менять. Ольга Рапунцель и Марина Африкантова изъявили желание остаться в тропиках. Они уверяют, что им очень нравится Сейшельское солнышко, а вот возвращаться в столицу совершенно не хочется. Но, к сожалению, для них решают все-таки не они. Так что пришлось собирать вещи и готовиться к тому, чтобы провести теперь уже на поляне две недели в карантине. Последние два месяца спасатели любви провели на острове. Предполагалось, что там они будут всего две недели. Но введенный карантин помешал участникам покинуть остров раньше. А теперь выяснилось, что некоторые из них так довольны своим отдыхом, что вовсе не горят желанием возвращаться на поляну. Например, Марина и Ольга. Рапунцель призналась, что ей на Сейшелах очень легко жить и думать только о настоящем, радоваться каждому дню и ценить все, что у нее есть. Она каждый день благодарит Бога за то, что у нее есть все. Ей нравится, что на Сейшелах они отдохнули всей семьей. Там она смогла насладиться беременностью и проводить все время с дочерью. Но при этом Рапунцель уже настроена на то, чтобы готовиться к родам в Москве, где им нужно успеть слишком много всего. Сейчас Олю беспокоит только то, чтобы полет прошел хорошо, потому что у нее уже слишком большой срок беременности для полетов. Даже Саша Черно, на удивление, пару дней назад просила, чтобы ее оставили. Так что Сейшельский отдых явно удался. Илья Ябаров уверен в том, что он обязан контролировать Алену Савкину, а также каждого парня, с которым она строит отношения. Все дело в том, что Илья испытывает ответственность за девушку. Ябаров понимает, что судьба Алены непосредственно связана с ним из-за того, что он был ее первым мужчиной на проекте и повлиял на ее развитие и рождение сына. Анастасия Голд уверена, что у Ябарова сохранились нежные чувства к Алене. Но он уверяет, что это далеко не так. Просто ему сложно свыкнуться с мыслями о том, что Алена может быть счастлива с другим. Ведущие советуют Илье жить своей жизнью, а не думать постоянно об Алене, поскольку это не приведет ни к чему хорошему, кроме расставания с новыми девушками. Олеся Семеренко и Юлия Белая признались в том, что влюблены в одного мужчину и готовы на все для того, чтобы стать с ним счастливыми. Они не готовы уступать друг другу. Юлия искренне уверена в том, что у нее больше шансов стать счастливой с этим мужчиной, потому что она более интересная и привлекательная личность в сравнении с Олесей. Хотя Семеренко тоже не готова уступать сопернице. Самое интересное заключается в том, что девушки не готовы пока называть имя своего возлюбленного. Может быть, как раз по этой причине дружбе с Семеренко и Белой пришел конец. Алена Савкина постоянно кричит, что целый день сидит с Богданом одна. Стало известно, кто на самом деле сидит с ребенком. Скандальная участница проекта Дом-2 Алена Савкина пытается построить любовь на проекте. Она практически всегда находится в отношениях, меняя мужчин как перчатки. По этой причине на девушку обрушилось много осуждений со стороны хейтеров. Да и коллектив Дома-2 уже не на стороне Алены. Многие участники просят Савкину не торопиться, как это было с другими ее кавалерами. Но молодая мама никого не слушает и уже закрутила роман с Максимом Колесниковым. В ответ на людские осуждения Алена выставила пост, в котором сообщила, что так же, как и все, она достойна быть счастливой. Участники Дома-2 не верят в новоиспеченную пару, ведь Максим актер театра и кино и может сыграть любую сцену. Многие зрители и коллектив это понимают, но только не Алена, которая уже притащила Колесникова в дом, где проживает с ребенком. В оправдании своего поступка Рапунцель-младшая заявила, что Макс будет помогать ей с ребенком, так как она круглыми сутками одна находится с Богданом и сильно устает, а Татьяна Владимировна еще не вернулась с отпуска. Однако сегодняшний утренний эфир поставил все на свои места и стало понятно, кто же на самом деле сидит с Богданом. После того, как с ребенком немного поиграл Максим и отошел к Алене, в зеркале отразился мужчина, вышедший из комнаты, который забрал Богдана, чтобы влюбленные Дома-2 могли пообщаться. При этом малыш сразу потянулся к нему на руки, а значит, часто сидит с ним. И, конечно же, из этого следует, что участница Дома-2 вновь завралась, оправдывая слишком быстро развивающиеся отношения с новым ухажером, при этом прикрылась ребенком. Зрители категорически отказываются верить в то, что Савкина целыми сутками одна сидит с Богданом. Естественно, ей помогают в том числе и Илья Ябаров. Иосиф Огнисян и Евгений Ромашов вновь поругались, чему очень рада Александра Черно. Иосиф и Евгений подружились на проекте. Ребята очень хорошо общаются и много времени проводят вместе, что очень не нравится Саше Черно. Саша не считает Женю хорошим другом, так как он плохо о ней высказывается и даже запретил Йосиф брать Ромашова крестным для их ребенка. И даже запретила Йосиф брать Ромашова крестным для их ребенка. Чуть больше месяца назад Иосиф и Евгений сильно повздорили, так как Огнисяну не хватало внимания от Жени. В итоге ссора привела к тому, что Ромашов обвинил Йосиф в нетрадиционной ориентации. Позже участники Дома-2 все же смогли помириться, и Огнисян устроил вечеринку для Жени в честь его 30-летия. Однако сегодня участники Дома-2 вновь поругались, пока неизвестно, что стало причиной ссоры парней и какие у них возникли разногласия. Известно лишь то, что этому очень обрадовалась Александра Черно. Алена Савкина держит Максима Колесникова на расстоянии. Алена не торопится развивать отношения с Максом. Молодая мама уверена, что им еще рано переходить к волшебству, хотя Максим так не считает. Да его товарищ Даня Сахнов тоже считает, что Алене следует быть добрее к парню. Правда, сама участница пока лишь присматривается к ухажеру и не желает торопиться, как бывало раньше. Роман между Аленой и Максимом продолжается, но пока не углубляется. Молодую маму часто ругают за чересчур фривольное поведение с мужчинами и слишком быстрый переход к интиму. Видимо, поэтому она решила немного поупражняться в издержании, и первым кандидатом на проведение такого эксперимента стал Максим. Заселяться с Максимом Алена не торопится, но при этом не отказывается полежать с ним на диване в обнимку и от поцелуев она не отказывается. Даню Сахнова, наблюдавшего такую картину, разозлила равнодушие Алены, которая не желает войти в положение молодого человека и хотя бы просто его пожалеть, ведь он явно уже с трудом сдерживается. На Савкину слова Дани не произвели впечатления, она объяснила, что пока лишь присматривается к Максиму и прекрасно замечает, что тот уже созрел для похода за балдахин, но она пока не готова заселяться и углубить отношения. Стоит отметить, что в сети гуляют слухи, что интим у ребят уже был, так как обычно Алена не затягивает решение этого вопроса. Уставшая от нападок хейтеров Анна Левченко продемонстрировала свою фигуру. Пользователи социальных сетей убеждены, Аня лукавит по поводу своего возраста. Якобы недавно справившая 26-летие, девушка на деле давно перешагнула 30-летний рубеж. Кроме того, многие стали сомневаться и по поводу фигуры брюнетки. Точеные формы Левченко хейтеры приписали фотошопу и вдачному ракурсу, и, судя по всему, сама Аня устала от подобных сплетен за спиной, в доказательство тому, что она действительно может похвастаться красивым телом. Девушка даже записала видео без всяких прикрас. Стройная талия, аппетитные попы и грудь в фигуре Ани действительно можно позавидовать. При этом девушка все же производит впечатление слишком уж худой. Вот только это не делает ее тело менее привлекательным. Фанаты убеждены, с парой-тройкой лишних килограмм Аня выглядит особенно соблазнительно. Бывшая участница Клавдия Безверхова сделала Дом-2 своим перевалочным пунктом. Девушка, пытавшаяся построить отношения с Никитой Уманским, как к себе домой вернулась на поляну. Она не скрывает, что ей нужен обеспеченный и уверенный в себе мужчина. Она довольно известна в мире шоу-бизнеса и не хочет опускать планку. Клава считает себя актрисой. Безверхова сделала Дом-2 своим перевалочным пунктом, где она отдыхает в перерыве между съемками. В прошлый раз Безверхова покинула проект, чтобы принять участие в реалити-шоу канала ТНТ «Солдатки». Клавдия также успела побывать на передаче, посвященной женщинам с пониженной социальной ответственностью. И не скрывает, что некоторые услуги она готова оказывать мужчинам за деньги. Тем не менее, как многие уже знают, Безверхова успешно строит отношения с Максимом Оргенштерном. Она сумела завоевать Макса с первого дня знакомства и с его помощью попала на проект, не спрашивая ведущих. Потому как уже давно ни ведущие и не участники решают, кто будет жить под камерами. Интересно посмотреть на реакцию Никиты Уманского, который был влюблен в Безверхову, но разочаровался. Разве не ради взаимного хайпа с Никитой Клава решила вернуться на проект? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!